Акт первый. Лир. А мы вас посвятим в заветные решения наши глубже. Подайте карту мне. Узнайте все. Мы разделили край наш на три части. Ермо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые и доплестись до гроба налегке. Сын Корнолл наш. И ты, любимый столь же, сын Олбани. Сейчас мы огласим, что мы даем за дочерьми, чтобы ныне предупредить об этом всякий спор. Король французский и бургундский герцог, два знатных соискателя руки, меньшой из дочек, тоже ждут ответа. Здравствуйте. В эфире интеллектуальная программа «Игра в бисер». Я прочитал начало первого акта пьесы, которая, я думаю, большинству из вас знакома. Это «Король лир». Не худшая из пьесы Шекспира, скажем так. И мы сегодня будем именно ее обсуждать в таком составе. Значит, у нас в гостях Марина Кудимова, поэт, публицист, заведующий отделом литературы, литературной газеты. Григорий Заславский, театральный критик. Сергей Панов, философ. И Игорь Шайтанов, филолог, литературный критик, профессор РГУ и главный редактор журнала «Вопросы литературы». Вот такой у нас сегодня литературный состав. Ну, что? Король решил отойти от власти, свое царство разделить на три части и отдать своим дочерям. И вот они его хвалят все. И в зависимости от меры хвалы он, значит, отдает им ту или иную часть своей территории. И две дочери его восхваляют, а третья, Корделя, говорит, что она, как бы, будет всегда верна долгу. Долгу и этим ограничивается, что вызывает недовольство. Расскажем, отца, и отсюда начинаются всякие коллизии. У меня такой первый вопрос. О чем эта пьеса? О чем она? Значит, о распаде семейных связей, о конфликте отцов и детей, скажем, можно и так трактовать. Или вообще о человеческой неблагодарности? Или же, можно сказать так, или об абсурдности существования вообще как такового? Ну, если мы говорим о том, какова репутация пьесы и какова она считается, то я позволю себе привести такую цитату, которая с начала 20 века стала, ну, не приговором, но такой более-менее расхожей оценкой. Король Лир – самое великое творение Шекспира, но не лучшая его пьеса. То есть по мысли как бы самое высокое, а по исполнению… А по исполнению слишком много вопросов возникает чуть ли не в каждой сцене. А почему так, а почему такая неукладка, накладка, почему такая неувязка? Начиная с самого начала. Да что ж это такое? Что это он принялся отделить королевство, причем ничто не мотивировано, ничто не объяснили. А в сюжете до Шекспира то ведь все было объяснено? Ну, вообще-то, это вот начало, завязка вызвала сомнение у Толстого. Он говорил, что вот не натуральная завязка, так не бывает. У Толстого-то вызвало весь королевство, большое сомнение. Но о чем пьеса? Знаете, опять же, есть такая формула, которую добавляют, расширяют, но это пьеса о конце мира и о трудном начале нового мира. Ну, вот советские критики говорили так, что он, как бы Шекспир, он противник феодальной раздробленности. Как бы так, что вот нельзя делить, как сказано, что царство, делившееся в самом себе, не устоит. Эта пьеса, по-вашему, это семейная драма или это мировая драма? Нет, нет, нет. У Шекспира то, что называют его великими трагедиями, даже Отелло, это никак не только семейная драма. Но у него, как в матрешку, вкладывается все одно в другое. И поэтому здесь есть и семейная драма, старик-отец и три дочери. Но старик-отец не просто, старик, а король и так далее, и так далее. И когда говорят, что это пьеса о конце мира, то имеют в виду, конечно, не только социальные определения с феодализмом и прочее, а имеют в виду, что в этой пьесе есть нечто апокалиптическое. То есть семейная драма становится мировой, скажем так, да, вот на таких... Конец определенных отношений. Вот был некоторый уклад, были некоторые отношения, которые пронизывали все от семьи до королевства. И ведь трагедия короля Лира, одно из самых употребительных, самых часто употребляемых слов в короле Лире, это известно, это слово nature, природа. 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 Потрясается все мироздание. Больше сорока раз, если я не ошибаюсь. Да, но вообще, это же пьеса, скажем так, перевертышей, мир перевертышей, вернее, потому что только ослепнув Глостер как бы прозревает, да? Только сойдя с ума. Да, сойдя с ума, король Лир как бы прозревает суть дела, да? Крепнет разумно. Да, да. Ну что это? Это, значит, можно сказать, что это Шекспир воспринимает жизнь как некий гротеск, как абсурд. Это же пьеса абсурда в какой-то степени. В какой-то степени. В огромном степени. Да. Это же написано Беконом. И он переложил все принципы и приемы экспериментальной науки в область морали, права и вкуса. И вот эта трагедия, эксперимент суверена, отказывает своей суверенности. Вот когда он отказывает своей суверенности, он не имеет права. Почему? Потому что суверенность – это благодать и служение. Он отказывается, и он становится тираном. И тираном становятся все вокруг. То есть, иначе говоря, нельзя отрекаться от престола. Ну, скажем так, примитивно. От престола невозможно. От престола невозможно отречься, потому что это служение. Потому что он дан не людьми. Совершенно верно. А здесь мы видим в начале нарушение завета, нарушение договора. Да. А вот, значит, почему вдруг Лир отказывается от власти? Что она ему надоела? Нет. Здесь перерождение абсолютной монархии в конституционную. Почему? Потому что в первом же акте мы присутствуем перерождение общественного договора. Он оговаривает условия общественного договора. Сферы влияния, сферы владения и свои функции. Он оговаривает. Это и есть рождение конституционной монархии. Но мотивы исключительно дочерней любви к нему. Нет. А что здесь еще? А мотив у короля Лиры совершенно свой. Это волевой порыв. Он подвиняет свой суверенитет, благодать своим волевым порывам. Ну, собственно, за это он и страдает. За самоволь, за своеволие. 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 Да. Горизм я бы с таким взял. С подходом. Ну, я не то, что согласен, я так считаю. Тоже, да? Единственное, можно, на секундочку, я бы вернулся к началу программы, к тому цитированию, с которого все началось. Здесь что мне кажется очень интересным, что вы сказали, что это первое действие. Но любопытно, что это не только первое действие, а это буквально третья страница пьесы. Если мы возьмем Гамлета, то там 30 страниц проходит и несколько сцен. Прежде чем мы, собственно, поймем... Завязка начинается, да? Да, прежде чем происходит завязка, да. Прежде чем станет понятно, что это призрак придет, все расскажет подробно и так далее. А здесь уже на третьей странице, после такой очень небольшой экспозиции, там, диалога про того, кого из принцев сегодня Лир любит, мы, собственно, вот самое главное событие происходит. Почти как у Оголя, к нам едет ревизор, сразу, быка за рога, да? Не знаю, мне все менее интересно, скажем, читать Лира вот в контексте власти или контексте семьи. Я много лет размышляла время от времени, что же все-таки произошло с Львом Николаевичем Толстым, что он вот таким образом прочитал эту трагедию и сам попал в этот переплет с точностью зеркала и с... То есть сам стал королем Лиром, да? Мало того, что он стал королем Лиром, там все дословно, вот с ним осталась одна дочь, его предали, да, и младшая дочь его предали, так сказать, все. Значит, и так далее. Что это было? Это было какое-то великое предчувствие гения? Это было вечное непонимание одного гения другим? Или это было неузнавание? Вот я, например, последний раз перечитывая Лира, а я совершенно согласна с мнением, что это самая несценичная из пьес Шекспира. Абсолютно согласна. Это, на мой взгляд, совершенно невозможно. Вот эта пьеса, в принципе, экзистенциальная, это пьеса неузнавания. Там не узнаны все. Эта пьеса, как мне кажется, о неузнаваемости любви. То, что поражало Толстого, это именно неузнаваемость. Помните, как он, значит, в статье на Шекспире о драме, говорит, почему никто не узнает? Он говорит, пусть отец не узнает сына, брат не узнает брата. Вообще никто никого не узнает, что за бред такой. Вот не знаю, я все больше как-то это читаю, это как именно неузнаваемость любви. В случае, если человек не знает, кем он любим... Вы знаете, мы начинаем задавать, к Шекспиру адресовать толстовские вопросы. Толстовские вопросы, моральные. Вот Толстой задавал для себя внутренне все эти вопросы, он видел, что ответов нет, все не сходится, и он отказывается принять эту условность. Это другая условность. Все-таки я очень сожалею, что мы не слышим его по-английски в полной мере, потому что Шекспир в языке и создатель этого языка. А что касается сценичности, вы понимаете, он был поставлен в свое время, потом его ставили в переделке этого Наума Тейта со счастливым концом и все прочее, потом его не ставили, потому что он был оскорбичен. Вы знаете, Король Лир, на мой взгляд, как никакая другая пьеса Шекспира, дозрела до нашего времени. Вот сегодня, на мой взгляд, он сценичен, и, на мой взгляд, он не оскорбит. Потому что, вы знаете, мы столько всего насмотрелись, что это вырывание глаз уже никого не оскорбит. А мы до него дозрели вообще? Вот мы дозрели до этой пьесы? Мы дозрели через Нуртова, да. По-моему, да. Я думаю, что, конечно, ведущий мотив, трагедия, жанр узнаваний, это сновополагающие структурные элементы. Что это такое? Узнать человеческую природу. Не узнать волю богов, как это было у Эсхила и так далее, а узнать человеческую природу. Познание добра и зла. Это ведущий мотив. А как познаются добро и зло в экспериментальной науке? Только через эксперименты. И они все друг над другом экспериментируют. Отсюда поклонение этой природе. Почему? Потому что природа – это бессознательное. То, что объединяет всех, от чего мы испытываем импульсы, и то, что движет нами. То, чему завидовал Толстой. Да, и то, что делал Достоевский, кстати. Но здесь в Лире есть динамика. Он развивается. Как человек? Нет, как экспериментатор. Он отказывается от суверенитета. Затем он познает, становится диагностом мирового зла. Он видит всю сущность, всю изнанку вещей. А это воля к власти. А затем с Корделей, когда ему предлагают Корделя, не увидеть ли нам сестер после его пленения, он говорит, нет, мы пойдем в тюрьму. Почему? Потому что он хочет наслаждаться этим знанием. В тюрьме Лир не хочет страдать. Он хочет наслаждаться новым познанием. Обретением знания. Он хочет мотыльками. Он хочет снова наслаждаться слухами о падении власти. О, в общем, низкой человеческой природе. И остаться там с Корделей. Мне кажется, что трагедия Лира в том, что у него сына не было. И это испытание, это испытание дочерей, значит, ведь, смотрите, в принципе, он от Регана и Гонорили услышал ровно то, что он хотел и ждал услышать. А от Кордели он этого не услышал. А, кстати, да. Если это переводить просто на рельсы лицемерия, мне кажется, это не совсем так. Он слышал то, что хотел. Хорошо. А как раз только Кордели... Вот, а Кордели экспериментируют. А Кордели экспериментируют. Есть такое мнение, что она вообще нравственный урод Корделя. Что из нее все началось. Ну, Суваруха-то да. Что почему, что я стоила там, ну просто, ну, сказать, да, папа, вот папа, люблю тебя не меньше, чем мои сестрички. И все. Трагедии как бы нет. Она обесчетила. Она вдруг зартачилась. Как вы понимаете, конституционная монархия начинается с договора. Договор об обмене. Вы мне клятву даете, а я вам даю права. И вот когда, совершенно верно, они дают любовную клятву, Кордели уже познала истину вещей, природу человеческую. Она говорит, что, в общем-то, жизнь происходит только по долгу. Это тоже по долгу? Жизнь и бытие – это долг и наказание, а не благодать и дар. Подождите, это интересная тема политической конституционной монархии. Она нас далеко уведет от Шекспира. Я просто хочу напомнить, чем кончается Король Лир. Да. В полном смысле этого слова. Вы читали начальную сцену, хотя ей там предшествует маленький диалог. Но кончается тем, что выходит Герцер Колбань, один из немногих оставшихся в живых, и произносит два рифмованных четверостишия. Да. В конце будет. И они чрезвычайно важны. Одно из них, он говорит, это тяжелый груз, этого weight of this sad time. Он нас заставляет speak what we feel, not what we ought to say. Заставляет нас говорить то, что мы чувствуем, а не то, что мы должны сказать. Ведь это возвращает к самому началу. Пьеса начинается действительно обрядовым событием. Он, король Лир, обращается, по сути дела, ритуально. Скажите, вот скажите, как вы меня любите, как это положено. Соблюди ритуал, как бы и все. И вдруг один человек, а именно Корделия, нарушает ритуал. Нарушает условность поведения. И после этого начинается вся неразбериха. Ритуал жизни сломан. И все перестают узнавать друг друга. Конечно, все перестают узнавать друга, выпадают из ситуации. Все нарушает. Почему он требует клятвы в любви? Почему признание любви? Не любви к отцу. Любовь к суверену. А, собственно говоря, любовь к Богу единому. Который дал этот суверенитет. А Корделия говорит, нет никакого дара. Мы живем подолгу. И я вам подолгу верна. Нет, нет, нет. Вы знаете, вот здесь я решительно не соглашусь. Потому что в тот момент, когда король Лир хочет перестать быть королем, он просит, чтобы они сказали о нем, как об отце, как о человеке. Вы знаете, я напомню вам, в Гамлете, помните, когда Горацио говорит Гамлету, я видел, я видел, Гамлет спрашивает Горацио, помнит ли он его отца. Горацио говорит, да, он был король. Гамлет говорит, нет. Он был человек. И король Лир тоже хочет, чтобы в нем, наконец, увидели. Когда он снял. Вот здесь я решительно, извините, не согласен, извините, потому что он не хочет перестать быть королем. Он в тот момент, когда отказывается, он уподобляется Богу, наоборот, потому что только Бог может его, так сказать, лишить вот этих королевских начал, и он как раз в этот момент, наоборот, он становится еще, так сказать, королем в квадрате, когда он отказывается от своих, он остается королем. Он не умеет отказаться от того, чтобы быть королем. Он во всем король. Нет, вы забыли детали. Вы забыли детали, потому что Лир отказывается от власти. Он не отказывается от королевского титула, отца она. И вот здесь происходит самое главное нарушение. Здесь, конечно же, сложность. Я прочту просто, да, в каких выражениях они словословят отца. Моей любви не выразить словами. Что это за невыразимая любовь? Я вас люблю, как не любили дети, а до ныне никогда отцов своих. Отцов, отцов, не королев. Я вас люблю, как единственное, единственного. Вот это клятва единому Богу. Но здесь, конечно, возврат ветхозаветный. Ветхозаветный порядок наделения власти. Отказ от христианской культуры. А вот, значит, такой у меня вопрос. Кто виноват во всем этом? Вот Достоевский говорил, что зло в человеке гораздо глубже, чем полагают лекари-социалисты. Говорил Достоевский по другому поводу. Что зло изначально зло или среда такая, что вот она таких дочерей родила, или это как бы априорно, вот есть, заключено в человеческой природе. Как Шекспир вот это понимает? Как вы полагаете? Когда рухнул жизненный ритуал, человек остался голым на голой земле, ему надо заново устраивать свою жизнь и свои отношения с другими людьми, то здесь начинают действовать разные принципы. И принципы природные. Кстати, nature, природа, отнюдь не только благое начало, но и начало всех. Ну, вспомните отношение Реганы и Ганнерильи к Эдмунду. Откуда они? Почему их обуяла эта страсть? Они поняли, что эта страсть ведущая. К трону? Это главное. К чему? Это обеспечивает власть. И не только власть, но и, так сказать, женский интерес. Это, собственно говоря, вы получаете импульс от бессознательной природы, и вы должны ему повиноваться. Почему? Потому что условия отменены. Условия уже отменены. Мы говорим не сценическая пьеса, так условно, но как закрученная интрига. Две женщины, две соперницы влюбляются в Эдмунда, причем непонятно за что. Там нет каких... Кто он такой? Что он красавец? Не заходорожденный. Это непонятно. Почему две женщины вожделяют к нему, причем вожделяют как к мужчине все-таки. Ну и как к будущему потенциальному, скажем, властителю. Но властителю, приведенному к власти имя. Имя, да. Имя же. Ну, путь к власти лежит через женщин, лежит тоже. Мне кажется, что Регана и Гонорилья – это такой нерасчленимый образ. У всех в этой пьесе есть свое зеркало. У всех есть некий альтер-эго. Есть двойник. А Регана и Гонорилья, в принципе, ничем друг от друга не отличаются. Они поэтому, как мне кажется, и вожделяют к одному мужчине. Потому что они совершенно, значит, не дифференцированы. Зеркальные. В принципе, вы правы, Сергей, в том, что они ведь отцу говорят. В принципе, они говорят одно и то же. Одно и то же, да. Конечно. Я вам напомню. Вам нужна поддержка и советы тех, кто знает природу вашу лучше вас самих. Так вот она, природа. Они познали лучше его. Как? Да вот из этих событий, которые довели вот до этого. До изгнания из одного герцогства. До изгнания вообще отца. И лишения его всяческих прав. Но мне кажется, что здесь есть... Я думаю, что сын у короля Лира есть. Это герцог Олбани, который принимает на себя власть. И вы помните эту последнюю сцену? Ну, сын такой, как бы... Сын такой... Метафизический такой. Метафизический, конечно. Сыновство есть, потому что... Сыновство есть, сына нет сыновства. Современный драматург сделал подлинным сыном. Как вы понимаете... Режиссер. Солененький. Значит, после раскрытия всех преступлений, герцог Олбани, герцог Альбанский в переводах, присваивает себе право судить. Хотя еще жив король. И вы понимаете, и король, и Корделия живы. Он их не вызывает. Он ставит театр. Поединок Эдмунда и Эдгара. И он все понимает прекрасно. Что Лира уже не будет. Когда все это... Все это развернется. И Олбани, конечно же, это тот наследник тирана и наследник этого политического расчета интереса. Которая есть... Как Фортенбрас в Гамлете, что ли? Вы знаете, это во всех... Действительно, и в Гамлете, и в Макбете, и в Короле Лире приходит на смену вот этим странным, страшным иногда, и Титанам, и людям, стоящим по колено в крови иногда. Когда приходят люди, как бы, более правильные, более политические, как Фортенбрас, более политические, лишенные вот этого прямого контакта с природой и мирозданием. Эти связи провались. То есть, вы знаете, мне все-таки кажется, что не герцог Олбани сыновство принимает короля Лира. У него есть сын в пьесе. Это Шут. Несколько шекспироведов в последнее время, и даже не шекспироведов, совершенно посторонних людей, все больше приходят к выводу, что Корделя и Шут – это одно и то же лицо в этой экспериментальной пьесе. А если это так, в принципе, это доказуемо. Там есть предположение, что, во всяком случае, играл один актер. Да, и это само собой. Я помню, как я была поражена, читая Диккенса, значит, статью о примере короля Лира, и там было написано то, чего нет у Пастернака, ни в одном переводе нет. Помните, там «Мой дурак удавлен». А это использовал Козинцев в экранизации. Как вы помните, там погибает Шут. Как бы одной фразой он говорит, о смерти обоих? Да, да. А вы полагаете, о смерти одного? Я думаю, что Шут и Корделя воплощают здравый смысл короля, который отказался от своей суверенности и стал тираном. Шут снижает, да. Шут всегда говорит, «Поосторожнее, не надо». Он всегда... И это функция Корделя. Шут, на мой взгляд, Шут гораздо интеллектуальнее, скажем, и в каком-то смысле рациональнее говорит, чем... Рациональнее совершенно. ...чем... Не только безумный Король Лир, ему не положено... Он не безумный. Но если Шут Корделя одно и то же лицо, то ситуация меняется. Сыном Лир является Корделя. Да, именно так. Сын, да. А вот смотрите, ну хорошо. Он там, как бы, дочери его обидел. Тогда снимается проблема женоненавистничества. Смотрите, какие проклятия Король Лир обрушивает на... Я вот сейчас читал. Да. Значит, какие проклятия... Что он... Отец любящий, любящий. Хорошо, дочери там с ним так обошлись. Но что он говорит? «Верю, верю вам, милорд, услышь меня, услышь меня, природа, и если создавала эту тварь, для черородия, отмени решение, срази ее бесплодием, и ссуши в ней навсегда способность к материнству. Пускай ее испорченная плоть не принесет на радость ей ребенка, то есть внука, внука его. А если ей судьба иметь дитя, пусть будет этот плод ей вечной мукой, избороздит морщинами ей лоб, и щеки в юности разъезд слезами. В ничто и в безнадежность обрати все то, что на детище она потратит». Ну и так далее. Вот я, собственно, об этом говорю. Вы знаете, если мы это буквально будем понимать, то рядом с нами еще тени Льва Николаевича Толстого за этим столом, потому что именно он предложил путь буквально к прочтению. Вы знаете, но это такая, естественно, фольклорно-эпиджевская... Это протральная речь, да? Нет, вы знаете... Да, это ритуальная речь. Это заклинательная речь. Это совершенно ритуальная речь. Да, потому что все заклинания шек dikkate бывают. «Иметь ли был годарного ребенка? Чтобы она могла понять, насколько больнее, чем быть укушенной змеей, иметь ли был годарного ребенка? Прочь отсюда». То есть как бы чтобы она испытала то, что он испытал. Такая для отца, конечно, не слабая позиция. Не слабая, да. Для чего Шекспиру, как драматургу, нужно это удвоение? Вот с Глостером, с Глостерами вся эта история. Вот зачем ему еще трагедию одного отца и, значит, еще дополнять трагедию другого отца? Самая театральность в этом двойничестве, в этом постоянном балансировании. То, что одна из дочерей говорит 50, а другая говорит тут же 25. 50-25 воинов. 150, да. Да, 25. То есть идет постоянное уменьшение в два раза. Здесь они каждый раз удваиваются. Этот родной, этот... Вы помните, что это эпоха барокко? Вы знаете, у Шекспира, совершенно независимо от барокко или от кого, действительно страсть к удвоению, к утроению основного мотива. Это замечательно в свое время заметил великий тоже драматург Гюго. И, вы знаете, ну, есть простое объяснение. И, на мой взгляд, в ее простоте верно объективировать картину мира. Потому что это не только случайно, не только в этой семье, не только с дочерьми у Лира. Это трагедия отсутствия любви. Смотрите, ведь лавстори никакой в Короле Лире нет. Но она очень такая фридистская, да, пьеса, естественно, да, что касается все, что ниже пояса. Теперь, что касается заклинания на бесплодие, да, а все бесплодны. У них детей нет, да? Да, они погибают как в пьесе. Погибают. Все бесплодны, все сбывается. Все сбывается. Ну, и Корделия бесплодна, и Корделия бесплодна, и Корделия погибает. Вообще нет потомства. Да, вот где, так сказать, это, что это такое? Это отсутствие любви, от любви, значит, детей. Так потому что любовь и ответственность заменяются вербальной магией. Да. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. А чего он сказал? Сказал, и сказал Лир, да будет буря. Совершенно верно. И стала буря, и все снесло. Из факта произнесения вы получаете реальность. А если вы получаете реальность из факта произнесения слов, реальности уже никакой. И в этой трагедии, кроме природы, есть еще одно слово, которое употребляется почти так же часто. Nothing. Причем это огромная проблема для переводчиков, что с ним делать. Его переводить ничего, это не соответствует тому философскому наполнению, которому ничто теряется разговорность. Поэтичность, да. И вот это как раз, это уход, полный уход в ничто, в ничего, отказ от всего. И те, кто ушли и начинают с нуля, которому, кстати говоря, насильно, неожиданно, через безумие возвращенный Лир, вот они, начавшие с нуля, начавшие с голого человека перед лицом бури, вот они вдруг доказывают нам, что в природе человека изначально, первоначально была доброта, которая не должна быть заслонена и изуродована. Ну, вот такое соображение, скажем. То есть моральная сказка. Вот интерпретаций была масса, короля Лира. Дающаяся, я думаю... И последнее время, скажем, Додинский спектакль. Хороший спектакль. Ну, как это не смешно, мне кажется, в истории русского театра одна из самых великих постановок, это спектакль еврейского театра с Михуэллсом. Михуэлл сыграл Лира. Да, которого практически никто не видел целиком, но вот по одним этим фрагментам, которые остались, и вот этому, в общем, достаточно старомодному театру, все равно мы понимаем, что это был великий спектакль, и можно говорить, что это был, наверное, гениальный актер Михуэллс. А в чем было его величие, Гриш? Ты слышишь всю свою жизнь. Это был великий спектакль, это был великий актер, которого никто не видел. Вот эту вот трагедию он сыграл. Да, вот какого-то самозабвенного сначала вот этого деления королевства, вот такого невероятного своеволия, и потом такого же вот этого, такой вот этой вот трагедии, драмы ответственности и расплаты за это свое вдохновенное своеволие. Я вспоминаю замечательный спектакль Бородина Алексея Владимировича в Российском академическом молодежном театре. Там была сильнейшая финальная сцена, когда Юлиан Балмусов, который играл Лира, пытается танцевать с уже мертвой корделей. И вот эта вот сцена смерти, когда он понимает, к нему приходит понимание ее смерти на таком вот физиологическом уровне, что смерть как невозможность танца, вот это, тебе вот это вот тоже вот, Марина Кудимова тяжело вздыхает, но вот это, по-моему, было очень... Но он думает, что она жива еще. Помните там момент такой, что она жива? Да, он проверяет. Проверяет зеркалом и перомом. То есть он должен проверить и удостовериться. Да, да, да. Заметьте себе опять-таки зеркалом. Зеркалом, да. Кстати, вот мы тут перед началом записи говорили о спектакле Константина Богомолова в приюте комедиантов. Вот этот, что он поставил, Лира. Там, как бы, дело происходит в Москве. Призыв 39-й год. 39-й год, да. Как бы немцев призывает Корделя на нашу территорию. Все осовременено, все, как бы, так, имена с соответствующими намеками. Насколько это интересно сценически. Это спектакль, который вызвал такой, с одной стороны, зрительский ажиотаж, с другой стороны, и у него немало поклонников. Мне он был чрезвычайно скучан. Там, значит, все мужские роли играют женщины, все женские играют, соответственно, всех дочерей. Есть ли нам некий смысл вот так трактовать Шекспира? Лир в исполнении Розы Хайрулиной он берет в руки женщину, такую надувную куклу. Она раскрашена, расписана, эта самая розовая кукла, под карту СССР. И, значит, соответственно, Лир, актриса, ложится на резиновую женщину-куклу и микрофоном совершает совершенно, так сказать, понятно, очевидное движение. То есть такое вот насилование СССР лиром женщиной-актрисой. Ну, тут вот все перевернуто и перепутано. И вы это смотрели? Это, да. Да, я это смотрел, и, поверьте мне, ажиотаж был такой, что пришлось сделать дополнительный показ в Москве. Серьезно? Да, огромный успех. Ну, это знамение времени, кстати. Это очень тяжелая работа. Жена мне очень сочетает. Знамение того самого времени, которое выпало из определенного порядка жизни. А вот за последние какие-то десятилетия, на мой взгляд, был спектакль по, на тот момент, совершенно новому переводу Оси и Сороки, Женовача. И, мне кажется, это вообще был один из лучших спектаклей Женовача, поставленный им в пору, когда он руководил театром на Малой Бронной. И это был спектакль, в котором, с одной стороны, совершенно такая буднишная речь этих героев и совершенно таких вот простых людей. Все это игралось на малой сцене, на какой-то такой очень сложной конструкции, где они, все герои балансировали, по жердочкам, можно сказать, ходили, и потом эта вся труппа разлетелась. Ну, хорошо. Я вспомнил строчку Некрасова. Вы бы ребенку теперь показали светлую сторону. Рад показать. Значит, вот можно ли сказать так, ну, о положительном сейчас, о положительном. Можно ли считать, скажем, Короля Лира, то есть пьесу, пьесой о верности? Потому что там же ведь замечательные персонажи, там, ну, скажем, и Корделя, и Глостер, и Эдгар, и Кент, и Шут. Это достойные персонажи. Так же, как, скажем, верная Горацио, там, в Гамлете, Ромео и Джульетта. То есть тема верности. Не среди тех разделил королевство. Да, да. Вот тема верности, там, тема, ну, скажем так, положительного начала присутствует здесь. Он, как бы, показывает положительные герои. Они присутствуют, но в удивительно тоже абсурдистском обличье. Потому что, опять-таки, если взять Шута отдельно от Корделии, то не надо забывать, да, что у него тоже есть двойник. Это бедный том, да, в которого, Эдгар, верность начинается там, где кончается отмирность. Вот прямое, так сказать, следование своему рождению, своему образу жизни и так далее, и так далее. То есть верность начинается преображением. Когда, если действительно Корделия переодевается в Шута, когда Лир обезумел и все равно, так сказать, не способен никого узнать, а, значит, Эдгар переодевается в бедного тома, вот там начинается следование, что такое верность. То есть это рыцарство, да, вот это пародийное рыцарство Шутов, не знаю, больше я никакой верности не вижу. Я думаю, как я уже сказал сегодня, что мы дозрели до короля Лира. Я с ужасом и удивлением слушал рассказ о спектаклях, которые... Мы все-таки опровергаем, что у Регана и Гонорильи не осталось потомков. Вот мы их потомки. Ну да, мы их потомки прямые, да. Брусно. Значит, ну у нас традиционный последний вопрос общий ко всем. На него надо отвечать коротко, однозначно. Вот как изменилась бы судьба Лира, предположим, ну, сослагательное наклонение, конечно, если бы Корделя, как и две другие ее сестры, ну, польстила бы отцу и тоже получила бы свой кусок наследства. Если все три его любят так сильно, он соходит с ума сразу же. От любви. От этой лицемерной любви. Я думаю, что Лира переменила бы свое решение, и пьеса бы на этом закончилась. Игорь, ваше соображение? Пьесы бы не было. Не было пьесы, да? То есть как бы это не было бы пьесы. Шерст-Кирл прошел мимо. Сергей? Я думаю, что пьеса была бы бесконечной. Они бы вынуждены были бесконечно клясться в любви и бесконечно оговаривать условия своего общественного договора. И в этом смысле Корделя спасла. Она предала совершенно цель, сюжетную цель. То есть в ожидании года было бы написано раньше? Это в ожидании года, конечно. А я думаю, вы меня, может быть, осуете за такое вот мнение, я думаю, что все было то же самое. Потому что он разделил государство, дочери бы повелись атак, плохо, и было бы то же самое. Было бы конфликт, изгнание, и ничего бы не изменилось. Такое у меня вот соображение. Хорошо. Я, значит, сейчас, как всегда, зачитаю заключительную сцену этой бессмертной и смертной, в смысле количества жертв, трагедии. Герцог Альбанский. Несите мертвых. Наш ближайший долг – оплакать их. Кенту Эдгару. Друзья мои, в лобо мне опора, чтоб вывезти край из горя и позора. Кент. Не смею, герцог, с борами тянуть. Меня король зовет. Мне надо в путь. Герцог Альбанский. Какой тоской душа не сражена, Быть стойким заставляют времена. Все вынес старый, твердый не сгибаем. Мы, юные, того не испытаем. Уходят под звуки похоронного марша. Ну вот, мы обсудили Шекспира, которого мы уже обсуждаем 500 лет. Мы, в широком смысле, в мировом, 500 лет обсуждаем. И, может быть, будем обсуждать еще 500 лет. То есть, пока в подлунном мире, как говорится. Через 50, но я так округляю, округляю даты. Будем обсуждать, поскольку искусство вечно, да? Жизнь коротка, искусство вечно. И я скажу, как всегда, те слова, какими я заканчиваю все программы, которые, в общем, тоже бессмертные, думайте, слова. Читайте и перечитывайте классику. Ваш Игорь Волгин. Читайте и перечитывайте классику.